Ребята, всем привет! С вами Дэмси, и сегодня я покажу вам, как сделать двух Криса Уокеров в Аутласт на определенной локации. То есть, обычно их двоих не сделаешь, но можно с помощью бага. В конце видео, кстати говоря, я покажу вам кое-какую фишку из мужского отделения. И на этом, наверное, всё. Будут такие вот ролики, примерно такого типа. Пока я не придумал что-нибудь другое, или пока Аутласт 2 не вышел. Поехали! Итак, эту часть я уже вам показывал. Нужно её ещё раз проделать, для того, чтобы потом вопросы ещё не задавали. Как там что. Нужно просто пройти эту местность и оказаться как бы с противоположной стороны. Давайте я на всякий случай поставлю ТП, потому что я могу упасть, чтобы не перезаходить по тысячу раз. Так, мы здесь. Мы там, где надо. Там прямо наверху локация. Итак, мы... Это я уже показывал тысячу раз. Просто прыгаем. Это тоже не моя идея. Я это тоже в спидране просто видел у одного чувака. Но решил вам показать. Итак, пальцы у нас есть, но это, в принципе, не самое главное. Что мы здесь должны сделать? Пройти через вот это вот стекло. В чём прикол? Мы не встретим Криса. Он должен там появиться. Вот там. А мы его не встретим. Давайте мы сейчас тут понажимаем то, что надо. То есть, мы не встречаем Криса, и он не появляется здесь, а должен. Мы уже с вами ломаем игру. То есть, его уже вот тут нет. Он появится, когда мы уйдём отсюда. Когда мы нажмём ещё один. И вернёмся туда же. Он появится по скрипту. Там мы его уже не обойдём. Он будет вот там вот стоять. Вдали. Короче, сейчас увидите. В принципе, вы должны это знать уже и так. Итак. Берём. Камеру. Хотя, в принципе, камера не обязательно, но там просто будет темно сейчас. Итак. Сейчас появится Крис, но без музыки, по-моему, даже. Да. Он даже без музыки появляется. Итак, мы идём и заманиваем его сюда. Что-то он нас как-то плохо видит. Заманиваем его сюда. Я не знаю, нужно ли в действительности его заманивать. Обязательно это или нет. Один есть. И сейчас там появится второй. Вот. И они будут оба за мной охотиться. От этого уже называется двойной побег, двойное удовольствие. Потому что они атакуют одновременно. Так, стоять. Остыньте, чуваки. Короче, вот два Криса. И они, в принципе, не как один, они как два. Они атакуют вас одновременно. То есть, если один удар, то... Вот, они сразу резко за вами начинают бежать. И мне от них, типа, не убежать. Но я никогда не проверял, что будет дальше. Если мы... Сейчас уйдем от них опять же сюда. Ну, тот стоит и караулит. А этот... Уходит. Они друг другу, кстати, не мешают вообще. А второй стоит и караулит. Как только мы вылезем, активизируется этот второй. Откуда я это мог знать? Даже не знаю. Короче, ребят, такие вот дела. Вот так можно сделать двух Крисов. Давай, бей уже. Вот, сразу они нас убивают. Двух Крисов. И с ними повеселиться. Хотя, как тут можно веселиться, если они убивают вас сразу? Без разницы, это нормальный режим или псих. Просто два удара сразу же. Так не считается. А вот теперь, когда мы... После перезапуска, Криса тут уже не будет. Потому что мы не должны были идти сюда. И не должны были через стекло проходить. Тогда игра бы не нарушилась. Такие вот дела, ребята. А сейчас я покажу кое-что еще в конце видео. Тоже кое-что интересненькое. И на этом закончим. А сейчас мне хотелось бы показать вам эту комнату. Все ее прекрасно знают. Все ее видели, там, не знаю, у каких-то летсплейщиков, которые сюда приходили и глядели и смотрели на эту фигню. Глазели его. И эту заметку тоже делали. Короче, что здесь особенного? Ну, пройти сюда нельзя, конечно. И мы здесь видим голову, которая очень похожа на голову Майлза, да? И гору трупов. Разработчики сделали так специально, да? Чтобы мы не могли сюда проникнуть. Но так как у нас есть вид от третьего лица, мы можем легко проникнуть туда. И посмотреть, что у нас тут находится. На это изобилие трупачков. Тут у нас есть чел, у которого... Обувь-то вообще чистая. Мне это просто нравится. Это клево. И то, что они весят в воздухе, это, в принципе, тоже очень и очень клево. И еще какой-то чувак валяется за текстурами наполовину. Короче, тут непонятные люди. Не знаю, кто это вообще. Может, это просто для декорации сделано и ничего более. Но очень-очень интересно посмотреть на все это. Особенно на эти вот идеально чистые ноги. И на то, что они висят как бы в воздухе. А здесь у нас находится тупик, кстати говоря. Кто не знал, тут мы дальше. Просто... Какое-то непонятное, почему тут нету стены. Тут просто идет эта река из кровища. Кровища, вот, да. А тут после того, как мы уже проходим эту часть канализации, просто вот такие вот следы остаются. Ну, это уже так. Просто. Тут осталась дверь. И осталась еще одна дверь. Для чего? Непонятно. Вот такие его дела, ребята. Комната, в которой, оказывается, висят они все в воздухе. Даже поленились их тут опустить немножко. Но, ладно, упускаем. Просто прикольная комната и прикольная местность. Все, ребят. Ну, что ж, ребята. Это было все, что я хотел показать. Видео было, может, маленьким, может, нет. Я не знаю. Я не засекал и не смотрел, сколько оно идет. Но так получается, что сейчас зима начинается. Что сейчас у меня сессия и тому подобное. Значит, что экзамены, нужно готовиться и все дела. Поэтому у меня тупо нет времени. Там раз в неделю, может, два. Поэтому не надо тут писать, что ты ленивый, там, или зажрался, или что-то еще. Просто тупо нет времени. А так я бы мог видео делать, ребят. Предлагайте что-нибудь другое. И мы обязательно это проверим. И другие игры тоже предлагайте, чтобы мы вот так вот исследовали их. С вами был Дэмси и Outlast. Всем пока.